Уф, 20 июля 2020 года. У нас, к сожалению, ухудшение коронавируса, поэтому опять все в масках, и, наверное, скоро будет уже второй карантин. Но пока есть возможность, мы гуляем. И сегодня мы с девчонками хотим взять вас в замечательный парк, в котором мы еще с вами вместе не были, вам его еще не показывали. Вообще, конечно, в этом году все родители озадачены, как проводить лето в Иерусалиме с детьми, потому что раньше все все-таки старались куда-то выехать за границу. Не удивляйтесь, у нас в Израиле очень дорого стоит... Ой, поезд сзади! У нас в Израиле очень дорого стоит местный отдых, поэтому дешевле иногда действительно отправиться куда-нибудь в Грецию или в ту же Турцию, чем отдыхать внутри страны, но это отдельная тема. Так вот, в этом году никто никуда не поедет. Поэтому, соответственно, все ломают голову, чем бы таким заняться в Иерусалиме. К тому же, скорее всего, будут закрыты бассейны и всевозможные такие вот детские увеселительные заведения. И вот наша семья... Обычно, когда мы летом... В былые времена бывало, что не могли никуда особо выехать. Ну, теперь, денежек не было, или касса была слишком маленькая, или Рутик была слишком маленькая, да, только родилась. Так вот, мы как раз-таки не страдаем от лета в Иерусалиме, мы знаем множество всяких парков и спасаемся гуляниями. Гулять у нас, конечно, лучше всего, когда вечером. Я думаю, что вы это уже поняли, потому что у нас жарко, и гулять можно либо очень рано утром, но это в каникулы трудно, все-таки хочется поспать, и в 6 утра вставать не будешь. Или после пяти вечера, что мы, собственно, и делаем. Итак, идем мы с вами сегодня в Парк Колокола. А почему он так называется? Вот, все покажем и расскажем. Мы перешли дорогу, которая сама по себе очень интересная. Это начало долины Рифаэль. Вот отсюда начинается улица Эмми Крифаим, которая идет в район Машава-Гермонит. Тут есть такой любимый ларечек, где покупают мороженое. А вот, собственно, впереди уже и вход в парк. Тут есть замечательная детская площадка, на которой играют вместе и арабские детки, и израильские детки. В общем, все детки Иерусалима, всех цветов, какие есть. Но по случаю коронавируса все-таки мы с малышами решили сегодня сюда не идти, а пойдем мы на соседнюю площадочку, где есть тренажеры. Вот эта аллейка – это мое самое любимое место в этом парке. Совершенно замечательная, тенистая, какая-то очень романтическая, сказочная, немножко европейская, тоже очень местная. Замечательно. Ну, а я, как и обещала, покажу вам сегодня весь парк. Так что теперь мы идем на тренажерную площадку. Это тоже излюбленное место и у арабов, и у тех израильтян, которые любят заниматься спортом. И наши дети здесь тоже любят иногда немножко подтянуть свою физическую форму. Играет музыка Играет музыка Рядом с тренажерной и баскетбольной площадкой Есть еще одна замечательная площадка, где катаются на роликах и скейтбордах. На эту площадочку не разрешают заходить детям без скейтбордов, самокатов или роликов, чтобы здесь никто не болтался случайно и не мешал тренироваться. В Израиле у нас всякие ролики очень популярны. Дети даже многие берут уроки. Вот наша Миля, наверное, тоже с осени будет брать уроки. Она очень хочет хорошо научиться кататься, тоже делать всякие штуки и трюки. Ну, естественно, у нас же катков-то нет и льда нет, поэтому вот у детишек такое развлечение с катанием. Только такое может быть. А прямо за площадкой вот это здание. Это где учился мой муж, школа искусств, Иерусалимская школа театра и кино. Мы идём дальше и сейчас увидим и узнаем, почему этот парк называется парком колокола. Ну вот, вот и колокол. Это точная копия того колокола, который висит в Америке, во Флориде, в штате Пенсильвания. И этот колокол у американцев символ их борьбы за свободу против Великобритании, против англичан. И в своё время он созывал народ Флориды на чтение Декларации независимости. Называется он колокол свободы. И вот точную копию этого колокола Америка подарила Иерусалиму в 1976 году. Колокол надо было куда-то повесить. И тогда придумали сделать этот парк. И так его и назвали. Парк колокола свободы. Ну, а простые люди называют его парк колокола, естественно, покороче. Колокол, правда, к сожалению, не звонит. Видите, у него даже нет языка. А сзади колокола лежит в земле уже много тысяч лет знаменитый дракон Джерри. Ну, не так много лет, на самом деле, примерно столько же, сколько и парк существует. Этого дракона действительно зовут дракон Джерри. И построил его один скульптор-художник, тоже иерусалимец, который родился, правда, в Дании, но жил тут у нас. И вот такой дракон-драконович, по которому обожают лазить иерусалимские дети. Что интересно, мой муж Рафаил, который родился и вырос в Иерусалиме, обожал здесь играть, когда был маленьким мальчиком. И сколько помнит себя, столько помнит этот парк. Петя, а как вы думаете, почему этот дракон лежит в земле? Сама не знаю. Какие у вас есть версии, Мили? Ну, что это какой-то был морской дракон, но потом море засохло, когда он выходил из моря. Ага, то есть здесь раньше было море. Почему дракон в земле лежит? Мне кажется. Ты маску-то сними, тебя не слышно, хирург. Мне кажется, что он в земле зарыт, потому что он так, ну, знаешь, типа отдыхает, а потом земля на него шла. Он отдыхал вот так, вот так, руки и ноги, а потом земля на него шла, и теперь он остался вот так зарыт в земле. То есть так крепко спал, что весь в землю закопался. Ну, а ты думаешь, почему дракон в земле лежит? Мне кажется, что он вообще, дракон, жил под землей. И часто он выходил из земли и нападал на людей, которые там жили, в этом маленьком городке. И однажды вышел он так, чтобы разрушить всю их деревню. Но пришел волшебный колдун и заколдовал его, и теперь он так и стоит, весь каменный. Дракон в земле-то лежит, как ты думаешь? Потому что он только стал, потому что он сладок, потому что там только звезда, а потому что в земле-то лежит, потому что тут не будет пул. Понятно, спасибо. А мне кажется, что дракон этот летал раньше над Иерусалимскими горами и холмами, а потом пришел один волшебник и сказал ему, «Хватит тебе, дракон, летать над холмами, горами и пустынями. Я тебя заколдую, будешь ты лежать в парке, развлекать детей до поры до времени. А если будет грозить городу Иерусалиму опасность, ты поднимешься из земли и защитишь свой город и его деток». Такие сказки мы рассказывали Марте, когда она была маленькая, но она уже не помнит. У дракона Джерри есть сосед, верблюд. Видимо, чтобы ему было лежать-то не скучно дракону, волшебник еще и верблюда какого-то заколдовал. Так что здесь еще вот такой желтый верблюд. А чтобы было больше похоже, насыпали около него песочек. А за верблюдом, за верблюдом здание гостиницы, которая раньше называлась гостиница «Ля Ром». И здесь некоторое время работала мама моего будущего мужа. Я тогда была совсем еще молоденькой девушкой, мы приезжали сюда, как туристы останавливались. И очень может быть, что я даже с ней как-то и пересекалась, и видела ее, но, конечно, уже не помню. Мы идем дальше. Как и обещали, хотим показать вам все закоулочки этого парка. Он довольно большой, здесь очень много всего. Вот, например, настоящий римский амфитеатр. Это действительно театральные сцены. В былые времена на ней устраивали всякие спектакли, представления, танцы могли быть. Ну, конечно, насколько я помню, по билетам был вход, не бесплатный. Так, что у нас сегодня дают? Сегодня будет бим и бом. Замечательно, бим и бом. Так, впервые в Иерусалиме поступает балетная пара бим и бом. Так они себя нам отрекомендовали. Ну-с. Замечательно, бим и бом. А вот здесь у нас самая, наверное, необычная площадка в Иерусалиме. Это называется «Надо же было до такого додуматься». Здесь все лазилки, горки и прочее сделаны в виде предметов одежды. А вот это, например, такой костюм принца. Штаны, а горка – это его плащ. Плащ! Это штаны! Здесь же можно вот так оригинально примерить сказочные наряды на себя. Вот у нас прелестная принцесса Перлипат и щелкунчик. Перлипун. Явно щелкунчик. Но платье, конечно, свадебное лучше всего. Это ж надо такое изобрести. Ну, где еще можно вот так прокатиться по свадебному платью? Только в городе Иерусалиме. Принцесска моя! Нет, это такая единственная. Это самый театральный ребенок у нас в семье. Крутой Вася! И это еще далеко не все. Тут у нас есть статуя Губы. Уж не знаю, что хотел сказать этим великий художник. Но есть у нас тут такое изделие. А мы идем на замечательную лужайку, которая сзади. Вот здесь совершенно очаровательные зеленые лужайки. У нас в Израиле по газонам, ну, как и, наверное, во всех странах сейчас уже, да, можно и нужно ходить, сидеть, делать пикники. Для этого, собственно, они и устроены. И вот эти лужайки очень любят иерусалимцы, потому что это самый-самый центр города. То есть очень удобно сюда добираться. Очень уютно и красиво. Парк, конечно, небольшой по европейским меркам и по российским тем более. Но очень толково сделаны ощущения, когда гуляешь по нему, что он довольно большой. Мама, там котик! Ой, киска-мурыска. Пришел тут к нам кот ученый. Милый, милый. Вот прямо так, возле проезжей большой улицы. Зелень, оливки, тень, вот такие вот лужайки. В этом году, судя по всему, будет хороший урожай оливок. Посмотрите, как их много. Пока они еще совсем маленькие. Сбор урожая у нас в октябре, но уже видно, что много. Так что будет много оливкового масла. По пятницам на этих лужайках очень много арабов. Они любят здесь делать пикники. Прямо даже устраивают шашлыки. Целые такие столы даже накрывают иногда. А сегодня, поскольку арабов сегодня рабочий день, вечером больше здесь как-то израильтян. В общем-то, у нас в Иерусалиме, хотя население смешанное, и, как мы сегодня видели, на площадке вместе играли. И арабские детки, и израильские. Ну, скажем так, по крайней мере, в одном пространстве. Но, тем не менее, вот так вот занимать лужайку обычно все-таки, если тут израильтяне, евреи, арабы, скорее всего, не придут. И также в пятницу вечером. Почему арабы здесь сидят? Во-первых, у них это выходной день. Но, во-вторых, у евреев в пятницу вечером надо идти в синагогу. Соответственно, точно их тут не будет. То есть как-то стараются так вот размежевываться все-таки люди. Но это естественно. Все-таки разные религии и память о каких-то прошлых конфликтах, войнах. Поэтому вроде как сейчас живут, в общем-то, мирно, но так уж прям за одним столом не сидят, к сожалению. А это вот религиозные евреи. Видимо, у них сегодня какой-то здесь праздник. Видите, они фотографируются и играют во что-то все вместе. Тут у меня микрофон, аккуратно. Ну вот, мои дорогие, уже темнеет. Нам пора потихонечку домой собираться. На сегодня мы с вами прощаемся. Обещаем выходить в эфир как можно чаще. И несмотря на наши все упаковочно-переездные дела, канал свой не бросать и не оставлять. До скорых встреч!